Горбициды 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 Получилось 26 центров. Остальные годы? 14, 15, 16, 18. Вот такой разброс идет. И здесь задавали вопрос про эффективность. Ну, представьте себе, если не надо никого здесь учить по технологии пшеницы, что мы тогда лупим, начиная с осени и кончая июнем месяце, вернее, последний карбамид носим. Называет цифры сейчас 35 тысяч, а уже по прошлому году. А в связи с тем, что какие удобрения, вы все знаете, цены, вернее, на удобрения, то на сегодняшний день это будет уже 50 тысяч затраты на мектар пшеницы. Почитивиться совершенно. Здесь вот коллега сказал, что она затратная. Нет, она не затратная. Абсолютно не затратная. И эффективность ее, и рентабельность достигает 100 и более процентов. Поэтому, по этим вопросам вот так. Что касается технологии, выравнивания Польши, как и у всех, значит, я сейчас перешел на восточную арию обработки, основной обработки Польши под яровой культурой. Это сибирская стойка, наверное, многие ее знают. Она забытая, но, тем не менее, значит, это безактуальная обработка. И при сравнении промокаемости по почве, значит, у меня рядом была через дорогу Пахота и сибирская стойка, на 10-15 сантиметров промокаемость была лучше. Выравниваю ее с осени обыкновенным культиватором КПС-овым. И затем, значит, если весной все нормально, нормально выравненное, бронование и пошел сеять. Или же вообще ничего. Сразу идем сеять. Удобрения я не применяю. Единственное, года три назад, когда еще не было этого треклятора коронавируса, где ездил в Старополь, брал Акабау. Это препарат такой, он очень недорогой. Так сказать, очень дешевый. Прибавка получилась 2 центра с гектара. Это около 2 центра с гектара. Теперь, что касается прошлого года. Значит, прошлого года, можно сказать, пословица, чудны дела твои, Господи, по чечевице. Значит, посел ее 24 апреля. И езжу и смотрю. Ну, когда же она зацветет? Неделю не цветет, когда она должна зацвести. Другой не цветет. На третьей неделе вызвал Николая Григорьевича. Николая Григорьевич не помог, чтобы она зацвела. Ну, посмотрели, вот, будем ждать. Но, в конце концов, она на месяц позже, чем должна была зацвести, зацвела таки. И цветение было очень активное, все нормально. Я успокоился и стал ждать созревания. Дождался, созрело. В июне месяце, как влупил 35 миллиметров за 10 минут дождь. А у меня было посеяно рядом горох и чечевица. И для глухи все. И по выражению нашего каневца, царцем небесным, он говорил на пшеницу, если для глухи, значит, даст. А тут не получилось его выражение. Очень сложная была уборка. Значит, пришлось ставить степеподъемники и на горох, и на чечевицу. С земли было полно, горнуло со всеми, и со степеподъемниками все равно горнуло. Но, тем не менее, даже, я сейчас не расскажу, при оставшихся семенах, которые не смогли бы убрать, я получил 14 центров с гектара. А потенциальной урожайности там было не меньше 20, потому что она хорошая была, высокорослая. Но это единственный год, когда она полегла. А так никогда нормально мы убирали ее, никогда не было ни степеподъемника, не убирали ничего. Но я сказал, что чуть ли не твои дела, господи. Значит, потом же вы знаете, что в этом году у нас было 400 миллиметров осадка в летний период. Я задисковал почву готовить по дозиме. Ну, а тем более, что я только по гороху и по чечевице выращиваю семена. Ну и все. Подошло время сева. Горох стоит вот такой, кто видит. И чечевица чуть ниже. Ну, ладно, думаю, у нас мой учитель Зеленский, который был вторым оппонентом в юно-защите диссертации, все время, значит, чтобы были культуры, самые покровные, да, думаю, оставлю. Оставил. Все посеяло, все. Зашло очень, разумеется, поздно, как и всегда, хотя смею заметить, что на горохе влага почему-то оказалась. Несмотря на то, что в сентябре и в октябре, значит, ни одного миллиметра осадков не было. И первый дождь пошел седьмой ноября, 16 миллиметров выпало. Ну и смотрю, что же дальше будет с моими покровными культурами. Значит, по чечевице еще как-то ничего. А по гороху, значит, семена, там, где густой был горох, было много такого гороха густого, семена не легли нормальному почву. И вот и дождался, пока не пошли нормальные дожди. И все равно, значит, не все процентов 5 семян по гороху не взошло. Ну и еще одна особенность. Значит, первый мороз, который был 7 градусов, проезжая на поле после мороза, я все время ждал, чтобы мороз гахнул, чтобы нормально развивалась эта самая пшеница. Горох лег весь, весь пожелтен. А чечевица как стояла зеленая, так и стоит. Второй мороз ничего не берет. Третий мороз ничего не берет. И вот только настоящий мороз в январе месяце, или в декабре, я сейчас даже не помню, так и положил чечевицу. То есть в моем понятии она гораздо морозоустойчивая культура, чем горох. Вот такие, вот такие черные дела твои, Господи. И еще вот один момент, по гороху. Значит, в этом, в прошлом году я посеял по гороху, семена тоже, азима пшеницы. И в феврале месяце, когда такого снега не было, я очень часто посещаю поля свои, смотрю, началось выпадение Росткова, они там шильца были только, или два листа максимум. И потом пролечное было выпадение. И именно по гороху. Больше нигде не было. Единичные были по чечевице. Вот. Присылает, я стою в группе в ЮФО, присылают ребята, точно такая же картина по гороху. И у них. Три-четыре человека прислались со Старополя и откуда-то в Северокавказских республик. Тоже вот проблема какая-то возникла непонятная. И урожайность. У меня граф там был игром. По гороху, несмотря на то, что это самый лучший предшественник после пар, оказалось ниже, чем по любым другим предшественникам. Что касается вредителей по чечевице. Значит, нападает на нее каждый год тля. Ну, вы знаете, может быть, я не объективен. Я работаю по тле. По голове как дам одним препаратом, которым не совсем можно работать. Но, тем не менее, убирается ее. 75% вся не убирается. Никогда. Вот я каждый год работаю по тле, она никогда не убирается. Но повреждений, один раз я не вовремя обработал, ни урожайности, ни повреждений на опубликах не было. Он просто не любит ее, это чечевица. И все. Вот. Вполне серьезно говорю. Тормозом для развития наших нишевых культур, как мы говорили, является в нашем деле фермером это отсутствие сказки с помещений. Вот я, благо, нахожусь 8 километров от Самарского элеватора, а я лазерный продукт. Вот я всю продукцию свожу туда. Но если пшеница под солнечек вопросом нет, то как только завезу, у меня площади небольшие, ни по гороху, ни по чечевице, ни по льну, 40-50, один раз только 86 гектар чечевицы бассейн. А так в пределах 50 гектар. Все, они через неделю так, забирают, нам некуда, у нас Астон, надо с Астоном, значит, вы же, наверное, знаете, в этом самом Пазовском районе Астон построил завод по маслу. И вот они сейчас до 20 тысяч тонн принимают, свозят на Самарский элеватор, прион. Поэтому вот это большой тормоз, будем говорить, что негде положить эти кучки, чтобы потом сделать семена с них и так далее. Ну, у меня есть железные, значит, я везу к ним и делаем мы тут семена. Чечевица, в первую очередь, остальное, дома как-то мучаюсь, но делаем. Ну, вот такие дела. Значит, а в общем, конечно, то, что отговорили, еще вопросов было к Алексею, Павловичу, Панкратову, их миллион у нас. Вот вчерашний пример. Я стою сейчас, пшеница на АЗТ. Все нормально, на ту неделю сдавал, все, заявил на 200 тонн, что будем сдавать, все. повез звонок водителя, а АЗТ не принимает. Ну, как не принимаете, сегодня не разрешили принимать. Звоню, звонят же в котором, ну, все, мы закрыли. Кому христиану податься, белые придут, грабят, красные придут, грабят, так и у нас. Непонятное поведение всех отношений к сельскому хозяйству. Я когда услышал, что у Министерства сельского хозяйства унесло предложение о повышении льготной процентной ставки на 7%, я сразу сказал, а он что, наш министр, до сих пор работает в Россердхозбанке? Ну, это вообще тихость какая-то. Хотя, видимо, пошла, пошли эти, так сказать, сигналы, отменили вроде бы. Ну, как можно, у меня в голове не укладывается, как можно в Министерстве сельского хозяйства заявлять о повышении процентной ставки льготного? Ну, это дикость самонастоящая. Это, значит, люди, которые вообще ничего не соображают. А кому там соображают, там ни одного нету человека. Был готов, одного и этого прогнали. А теперь с Москвы вроде взял. Кому там соображают, там одни ФСБшники, банкиры и чертные вообще нам всем руководить. Поэтому на этой приятной ноте на сериале закончу свою выступление. Игорь Михайлович, сейчас, пожалуйста, вопрос. Дайте микрофон. не надо микрофон, я и так скажу. Вот, который выращиваю, чечевицу. То есть, абсолютно несопоставимы с тушеницей. Ну, с сойей все понятно, у нас сойя не разбит. Так, не забирай времени, раз сойя не делаем. Спасибо. Давайте еще, пожалуйста, вопрос. Короткий, конкретный вопрос. Первое, нормовысел, применяемый в ваших хозяйствах. Второе, глубина заделки семян, которые вы практикуете именно у вы, на чечевице. И остыпаемость культуры насколько сильна? 80-100 кг на нектар, 2-3 сантиметра, остыпаемость нулевая. 80-100 кг, извините, я рано, я хочу услышать миллионы, или тысячи? Я не могу сейчас сказать миллионы, но Николай Гриевич подсказывает 2-2,5 миллиона. Спасибо. Алексей Петрович, можете сказать вот все-таки по затратам, вы сказали, что небольшие затраты на чечевницу, а можно сказать, сколько на гектар тратится? В пределах 15-20 тысяч. 20-20 тысяч. Намного меньше, чем по зимой пшенице. Вот в ваших условиях. А я вам сказал, что по зимой пшенице. Было 35, сейчас будет 50. А, 50 тысяч. по сравнению с зимой пшеницей уже задал вопрос. Пожалуйста. Алексей Петрович, а подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что чечевица такая хорошая культура с точки зрения экономики. вы сказали, что чечевица такая культура экономически выгодная. Вот есть ли вас в планах увеличить площади под этой культурой? И почему тогда другие сельхозтовые производители не увеличивают посевы данной культуры? Как вы видите, в чем причина? Ну, я вам сказал, одна из причин у меня, в частности, это то, что у меня несколько складских помещений, мне просто негде их построить, для того, чтобы можно было нормально перерабатывать. Конечно, если бы было где, куда положить все, я бы, конечно, не увеличил посевы. Пока на сегодняшний день я не собираюсь увеличивать, я в том плане, порядке, что в пределах 50 гектаров, так я буду селить. Да, я добавлю. Сейчас еще Николай Григорьевич отчет. Это слабая изученность морфобиологических особенностей. Аграрии плохо знают биологические особенности этой культуры пока что. Раз. И еще один немаловажный момент, недостаточное количество семян. По двум причинам. Первый, сорт только создан, и во-вторых, как было здесь уже заявлено, это не секрет, немногие аграрии Ростовской области желают выращивать еще пока эту культуру, не зная. Но на перспективу это очень ценная, нужная культура. И я думаю, что после сегодняшнего совещания интерес к ней еще будет более значительным, поскольку экономика является основополагающим моментом внедрения этой культуры в нашей зоне. Николай Григорьевич, А у вас семена дороже, чем другие сорта? Или вы держите, вот почем вы предлагаете семена аграриям? Вот, я помню, что вы сказали, они включают и сопровождение. Вот как Алексей Петрович сказал, что я позвонил Бурскому, он приехал и попытался заставить чечевицу цвести. То есть вы приедете или по телефону проконсортируете каждого. Какая цена по чечевице? Я думаю, что здесь аграрии знают, ориентируются по другим сортам, по вашему сорту какая? На сегодняшний день Маяк реализует от 100 до 120 рублей за килограмм. Это средняя цена по Ростовской области. В некоторых регионах она доходит до 135 рублей. Это элита или те? Это суперэлита и элит. Первой репродукции продажи пока еще нет. Только-только на подходе. А вообще надо сказать, что если только мы увеличим объемы этой культуры, то и цена будет значительно ниже и набор репродукций будет значительным для наших условий. Купившие у вас эти семена вам может потом звонить в любое время дня и ночи? и ночи. И ночи. Еще вопрос. Протравливание чечевицы чем проводилось и что рекомендуют? И ночи? Значит, мы в селекционной практике, когда создавали этот сорт протравливания, не предусматривали. По одной простой причине, что вы знаете, что все боговые культуры очень хорошо переносят лишние механические обработки. это прежде это прежде всего. Во-вторых, сорт новейший, я вам сказал, что ни болезней, ни вредителей практически нет. Единственное, надо будет учитывать микрофлору растительных остатков и в почве, что у вас находится. А так, как и обычно, все те препараты, которые у вас есть и практикуются в вашей зоне, их можно использовать для протравливания этой культуры. И еще вопрос к тем, кто принимает чечевицу. Вопрос показателей таких, как маркость, тоже на ней учитывается, правильно? Нет, нет, калибр. Нет, калибр. Да, калибр. Да, маркость не учитывается, учитывается калибр. Все, что просыпается через 37, ну, 337, то фуражом считается, то есть оно уже идет на корм. А на нуте также в маркости есть? На нуте да. Спасибо. Еще вопросы есть к Алексею Петровичу? Или их не говорят? Ну, вот у Алексея Петровича прозвучала проблема, я так понимаю, что снижение урожайности по гороху. Может быть, у кого-то из присутствующих есть по этому поводу объяснение? Я так понимаю, что вопрос вот завис для фермера и он хотел бы рекомендацию какую-то получить от коллег или от ученых. Никто в зале не сможет помочь. Вот сегодня, к сожалению, Кольчик заболел, опытный агроном, может быть, он бы подсказал. нет по этому поводу. О, Николай Григорьевич, вы можете что-то сказать? Давай, пожалуйста. К огромному сожалению, в этом году, в определенный период времени, метеорологические условия не оказались совсем благоприятны для отдельных, повторю, не всех, а отдельных сортов гороха на территории Ростовской области. Как вы помните, условия были неоднозначные. Алексей Петрович рассказывал о проблеме начала цветения и оплодотворения. Вот в этот период времени исключительно высокая засуха отразилась не совсем хорошо на некоторые сорта. Скорее всего, что эта проблематика как раз и присутствовала на полях Алексея Петровича. У нас, вот мне уже в этом году 50 лет экономической практики и, к огромному сожалению, ни одного года не было повторения, чтобы была возможность оценить, сделать какие-то глубоко идущие выводы. Но вот морфобиологические особенности сортов не зря их испытывают на Сударственной комиссии по сортовым испытаниям. И надо при покупке сортов учитывать характеристики биологической особенности каждого сорта применительно для территории, где вы выращиваете, на каких почвенных разностях, при какой сумме активных температур, относительно влажности воздуха, обязательно количество ориентировочное количество среднемноголетних осадков и сорт и его технологию возделывания. Вот эти все составляющие как раз и приносят успех или поражение при выращивании не только гороха, но и многих других бобовых фруктов, и всем остальным. Поэтому в этом плане действительно этот год был очень необычен. Вы вспомнили из выступления коллеги, что сорт буквально на 2,5, а то и все три недели позже зацвел, чем мы ожидали. А поскольку позже зацвел, то и завязываемость зерновки не в совсем благоприятных условиях нетрадиционно. Но тем не менее сорт проявил себя по максимуму и дал хорошую отдачу, о чем было и заявлено. Спасибо. Я добавлю по гороху. Если можно. Значит, по гороху я забыл сказать, в одном из ваших номеров белого гристианина какой-то крупный производитель, который занимается семеноводством, я забыл его фамилия, он объяснил уже такая же картина по гороху ниже урожайность, чем по других предшественникам. Он объяснил над тем, что очень высокая урожайность была гороха и поэтому горох забрал все питательные вещества, которые больше, чем нужно, забрал питательные вещества и поэтому урожайность оказалась ниже. Но меня урожайность не так волновала, как волновало то, что мы говорим, растения высмыкивались по гороху. Непонятно. Совершенно непонятно. И кого бы я не спрашивал, никто так не мог мне ответить на этот вопрос.